Меня зовут Марьяна Вишемирская. Я до войны жила в Донецке военно, в Макеевке вернее. Потом я познакомилась со своим мужем, и мы решили как бы вместе жить, пожениться. И я, собственно, так попала в Мариуполь в 2020 году, перед самым карантином, как закрылись границы на карантин. Мы вообще большинство думали, что ничего особо страшного. Будет что-то, но что мы это все переживем. Но в итоге, когда начали масштабы нарастать, то, конечно, уже люди начали паниковать, уже выехать. Невозможно, не выпускали. Друг мужа, у него жена пыталась выехать, и она под Запорожьем взорвалась на миню. 2 марта отключили воду, отключили электричество, полностью обесточили. Был газ еще пару дней, наверное, не знаю. И в итоге потом и газ пропал. Ну, ничего совершенно нет. 6 числа мы уже решили, что нужно идти, потому что у меня уже, ну вот, уже вот-вот, я на сносях. И мы пришли в роддом, и нас принялись. Нам не отказали. Мы пришли в третий роддом. Поскольку больше идти было некуда. Второй не принимает, а первый роддом, это было самое современное у них оборудование. Сперва им пришли, сказал персонал, что их здесь никто как бы не держит, можете домой, кому надо идти. А потом чуть позже пришли и сказали, что их не то чтобы не держат, им нужно выселяться. Но они мотивировали это тем, что сейчас зайдут сюда военные, им нужно здесь обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи есть. Переселили рожениц в другую, оставшуюся единственную, в оставшийся единственный роддом. У них только маленький генератор, который работает исключительно на ИВЛ аппараты детям. Ребята, которые мужья роженицы беременных, они оставались в подвале жить. А на улице была полевая кухня, которая обоснована была этими же парнями. Они из домов люди выносили, что могли дать нам, ну, им для того, чтобы они готовили. Там был чайник у них, был такой как бы бочонок металлический, в котором они кипяток грели и прочее. Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили, дайте еды. А им говорят, ну, а какой же еды, ну, это все для беременных. Они говорят, мы пять дней ничего не ели. И они забрали нашу еду, которую они говорят, ну, приготовите еще. Когда произошел взрыв, все было спокойно, это было 9 марта, никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. И потом, 9 марта, мы сидели, обсуждали поконок малюка, вот что там внутри, и мы услышали, как прогремел снаряд. Потом, ну, я лично накинула на себя одеяло инстинктивно, вот, и услышали второй снаряд. Мне частично попали стекла, немножечко рассекли нос под губой и вверху. Но это было незначительно, то есть вверху было более рассечено, и оно текло, как бы, на глаза, вот, на щеку. Уже второй взрыв прогремел, мы, то мы вышли, нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что авианалета не было, то есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали. Они тоже не слышали, они сказали, что это прилетел снаряд. После того, как прозвучали эти два взрыва, тоже не было больше никаких взрывов. А мы посидели буквально там 5-10 минут, продолжение не последовало. Пришли военные, сказали, что готовы эвакуировать. Я выходила последняя, потому что мне сказали, ничего зашивать не нужно, у тебя сейчас чуть-чуть пройдет кровь, неглубоко, и перестанет. Я стояла 15 минут и рассматривала территорию вокруг, ну, как бы, одним глазом рассматривала это, так сказано, и посмотрела на окна. А потом я поворачиваюсь, смотрю, стоит военный в каске, я его рассматриваю, потом у него что-то в руках и такое пушистое, я поняла, что он снимает. Я его попросила, чтобы он меня не снимал, потому что, ну, как бы, у меня сейчас не до этого, я не хочу нигде светиться. Ну, зачем оно мне надо? Это, как бы, не время. Вот, и он мне сказал, хорошо, он отошел. И когда мы выходили, на первом этаже, опять-таки, стоял репортер, тот же самый, и он начал меня снимать. Уже ребята в этот раз начали говорить, что не снимайте, он начал игнорировать, они ему снова повторили, и он, как бы, ушел. У меня муж, как бы, рассматривал их лучше, потому что они пришли на следующий день. Вот, он, ну, говорил, начали говорить, что не снимайте, он начал игнорировать, они ему снова повторили, и он, как бы, ушел. У меня муж, как бы, рассматривал их лучше, потому что они пришли на следующий день. Вот, он говорил Associated Press. Они говорили на русском, у них были каски, у них было что-то написано, но я, честно говоря, даже не читала, но муж прочитал, потому что он на второй день уже был со мной. Они появились сразу, потому что те фото, которые я увидела, когда я уже попала в спокойную ситуацию, вот, и я поняла, что вообще происходит, сказали, что я на кушетке, там, с одеялом лежу, в другой одежде, это была не я, это была девочка, которая погибла. Ее выносили первой, потому что она в самом тяжелом состоянии была, ее ребенка не спасли. Просто, она, ее довезли до больницы, но не выжила ни она, ни ребенок. Там приходил муж, он просто на коленях плакал, ну, человека не осталось, семьи вообще ничего. И это была эта девочка, это была не я, меня не переодевали, меня не гримировали, вот. И потом, значит, они были, как бы, я так полагаю, сразу, то есть, потому что, ну, нам 2-3 минуты спуститься в подвал, и еще, допустим, как бы мы там 10 минут посидели, то есть, это 12 минут, вот. И ее уже понесли первую на носилках, ее вот, друзили на носилке, и, как бы, ее уже там пофотографировали, получается, в это время от меня. То есть, они, как бы, находились там просто, ну, я так полагаю. Вот, и нас повезли на 17-й микрорайон в больницу. Они пришли, когда меня прокисарили, уже на следующий день они пришли, и я их увидела, я мужу говорю, это те, которые меня фотографировали, потому что это были те же ребята. Они мне задали вопрос, скажите, когда, что, как? Я сказала, тогда-то, тогда-то авианалет был или не было, они спросили. Я говорю, не было, никто не слышал вообще, даже те, кто находились на улице. И я, когда, вот, я же говорю, вот сейчас вот буквально попала в условия благоприятные, и я зашла в интернет, я начала искать в первую очередь эти все интервью. И я нашла кучу всего, но этого интервью мне не удалось найти. Было оно, либо не было, хотя остальное почему-то я нашла, этого я не нашла.